Сегодня свой день рождения отмечает Клинский поисково-спасательный отряд номер 20. Дата вполне солидная, 15-летие со дня основания. Эти сильные, мужественные люди не любят излишнего к себе внимания. И даже в свой праздник они на работе. Можно сказать, отмечают его между делом, на ходу. И все-таки мы решили, что просто необходимо рассказать о клинских спасателях, их непростых буднях. С именинниками встретилась Татьяна Барульна. Итоги 15-летней работы ПСО номер 20. 8 тысяч вызовов, 9,5 тысяч спасенных жизней. Это не просто сухая статистика. За годы службы она насквозь пропиталась потом, кровью и слезами. У человека должно быть чувствоваться страдание, естественно, к чужому горе, к чужой боли. Это, наверное, основное. Всему основному мы можем, остальному мы можем научить. Как быть мужественными и сильными, прийти на помощь, пожертвовать собой ради жизни другого человека? Спасатели узнают об этом не из книг, а на службе, в горящих домах, глухих лесах, на авариях и ДТП. Только те, кто сдает этот экзамен жизни, навсегда остается в профессии. Спасатель вообще должен обладать горячим сердцем и холодной головой. И когда приходится оказывать помощь и выезжать на выезды, чтобы не теряться в каких-то ситуациях и быть готовым ко всему. Среди спасателей случайных людей не бывает, уверен начальник отряда Юрий Терентьев. Он проработал в ПСУ со дня основания. Помнит, как ребята устраивались по объявлению с газет, как три месяца готовились к службе, как 1 января 2004-го первый раз заступили на смену. Кстати, очень небольшая была зарплата. Очень небольшая зарплата. В 2003 году, не соврать бы, было где-то что-то в районе полутора тысяч. То есть на эту зарплату даже месяц нельзя было прожить, поэтому все где-то подрабатывали. Первое время работали тяжело. Из техники лишь грузовая газель. Резаки, бензопилы, стойки – все хранилось в кузове. Оборудование разлеталось буквально на ходу, вспоминают сторожилы. Это сейчас в гараже «Спасатели» современные оперативные авто – комплекс гидравлического оборудования. А полгода назад на баланс ПСУ номер 20 поступил автомобиль первой помощи. Изюминка этого автомобиля в том, что он может везет с собой 200 литров воды и может тушить небольшие возгорания, допустим, на ДТП, если что-то начало. Или можно смыть бензин с дороги, чтобы не было воспламенения. Самое главное в вашей работе – это человеческий фактор или все-таки наличие техники? Ну, так прямо и не скажешь. Без техники ничего не сделаешь, и без людей ничего не сделаешь. Сейчас в Клинском отряде работает 21 спасатель, среди них специалисты 2-го и 1-го класса. Свою правпригодность они подтверждают каждые 3 года оставаться в форме, помогают ежедневные учебно-тренировочные занятия. Спасатель должен уметь проводить сердечно-легочную реанимацию. То есть, понятно, что он должен определить, человек живой или умер. То есть, оказать первую помощь при обморожениях, при ожогах, при переломах, при кровотечениях. Наши правила пострадавшего – сохранить, чтобы его состояние не ухудшилось. То есть, к приезду скорой, чтобы он был жив. Большое внимание физической подготовки спасатели вытаскивают людей из-под завалов, высвобождают из искореженных авто. Работать приходится с гидравлическим оборудованием. Это тот самый случай, когда сила решает. Неудивительно, что наш Клинский ПСО многократный победитель соревнований среди спасателей, а также один из лучших поисково-спасательных отрядов в Московской области. Видно, что люди работают, занимаются, показать себя. Но иду к соревнованиям, как бы, вообще интересно. Вот последний раз соревнования были в Ногинском районе. Мы заняли пятое место. Это достаточно такое нормальное из 30 команд. Но главное, и это подтвердит любой спасатель – ни грамоты, ни кубки. Самая большая награда их работы – это благодарные глаза родственников спасенных, слезы счастья и кроткое спасибо. Спасибо за жизнь. С ДТП вынимал женщину, я клал ее на носилки, ну ее увезли в скорой. Потом обнаружил, что нет жетона спасателя. Заказал новый. А через полгода она приехала и привезла жетон с благодарностью. Когда ей делали операцию, просто... Мы в больнице нашли, на ней мой жетон. Порвалась цепочка. Был, когда освобождали детей из квартиры. Мужчина до сих пор говорит огромное спасибо. Редактор субтитров А.Семкин